Заместитель министра обороны США Патрик Шенахан После Ифтара в мечети Фатир тысячи людей провели митинг по случаю девятой годовщины нападения на корабль Мави Мармара и опротестовали Израиль. Обратившийся к присутствующим, руководитель гуманитарной организации Бюллиант Йелдрым упомянул и восточный Туркестан. Поднимем флаг восточного Туркестана и выступим против китайского империализма, жертвами которого стали миллионы братьев. Китайцы не щадят даже 70-летних старин. На данный момент наши братья находятся в тяжелом положении, и за всем этим также стоит сионизм, заявил Бюллиант Йелдрым. В Узбекистане перед праздником Ураза-Байрам досрочно освобождены 19 женщин. Верховный суд Республики Узбекистан сообщил, что женщин выпустили на свободу из-за сожаления о садейном и примерном поведении. В прошлом году по приказу президента Шавкета Мирзияева в канун праздника было освобождено 226 человек. В рамках официального визита в Тегеран министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухреддин провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани. В своем заявлении Хасан Рухани подчеркнул, что покинувшие Сирию и Ирак боевики ИГИЛ могут активизироваться на Кавказе и Средней Азии. Мухреддин подтвердил слова президента Ирана и призвал объединиться для совместной борьбы против Тегеран. Казахстанские спецслужбы провели очередную операцию, в результате которой из Сирии было эвакуировано более 170 детей. На данный момент общее число возвращенных на родину детей достигло 357. Президент Казахстана Касымжом Артокаев заявил, что по его приказу 31 мая завершилась третья фаза операции по эвакуации граждан Казахстана. Детей удалось вывести благодаря координации властей и спецслужб, а также зарубежных коллег, подчеркнул Токаев. Обыгравший Тоттенхэм со счетом 2-1 на финальном матче Лиги Чемпионов, Ливерпуль стал обладателем Золотого Куба. Это шестая победа Ливерпуля на Кубке УЕФА. Субтитры создавал DimaTorzok